Всем привет и добро пожаловать на канал BibiTakiDolls. И сегодня я хочу обсудить с вами одну из самых нашумевших кукол этого года от Integrity Toys, которая вышла в коллаборации дизайнера Джейсона Ву и британского интернет-магазина Net-a-Porter. И это роковая красотка Aimeeline Midnight Garden. Кукла вышла в начале ноября. Запуск был очень неожиданным. О нем узнали только накануне старта продаж куклы. И с продажей этой куклы была очень странная ситуация, которая вызвала просто бурю негодования среди коллекционеров. Сама я эту куклу приобрела не без приключений и можно сказать, что по счастливой случайности. Вечером 6 ноября всем членам веклаба пришло письмо о том, что утром в 10 утра по Москве эта кукла будет продаваться на сайте Net-a-Porter. То есть кукла продается через дилера, а дилеров Integrity Toys контролировать не может, поэтому они не могут гарантировать, что время начала продаж будет действительно эти самые 10 утра. И также они не могут дать точную ссылку на куклу, поэтому рекомендуют искать ее с помощью поиска на самом сайте. В итоге утром где-то в 8.30 я зашла на сайт Net-a-Porter, чтобы проверить все ли я внесла правильно заранее накануне, правильно любить адрес и решила проверить заодно и поиск, вбиваю поисковое слово и вижу, что как раз в этот момент кукла появляется в продаже. Я кладу куклу в корзину, начинаю ее оплачивать и выясняется, что Net-a-Porter это один из тех сайтов, которые не принимают к оплате российские банковские карты. Пришлось срочно вспоминать данные от своего PayPal, оплачивать через PayPal. В итоге за куклу я заплатила дважды и пришлось еще неделю ждать, когда деньги на российскую банковскую карту вернуться обратно. И сразу скажу про стоимость. Стоимость этой куклы была 295 долларов или 199 фунтов и доставка еще 20 фунтов. В рублях это 23 с половиной тысячи рублей и пришлось доплатить еще две с половиной тысячи, когда кукла проходила таможню. Дело в том, что куклу доставляла компания DHL Express и за свое посредничество в растаможивании этого товара она брала очень такую хорошую сумму, большую часть этой суммы. И самое удивительное, что DHL Express это оказалась та курьерская компания, которая не работает в субботу и воскресенье. Поэтому пришлось ждать до понедельника и в итоге по Москве кукла шла дольше, чем из Лондона в Москву. Стоимость этой куклы для кукол Integrity, то есть довольно высокая. И объясняется она очень маленьким тиражом. Это всего 400 штук на метр. То есть это тираж конвенционных кукол. И плюс это кукла от дизайнера Джейсона Ву, а его куклы традиционно дороже. При всем при этом кукла была распродана примерно за полчаса. И из-за этого возникло очень много возмущений со стороны коллекционеров, так как люди пришли в десяти утра, чтобы купить ее, а она закончилась где-то в 9.10, 9.15. И поэтому люди пришли к назначенному времени, а она уже распродана. И расскажу о своих впечатлениях об этой кукле. Она пришла ко мне вот в такой матовой черной коробке. Внутри тоже все очень красиво. Черный конверт с чеками и сертификат. На сертификате указано, что моя кукла 215 из 400. Везде надписи Джейсон Ву и Нета Портер. Подставка у куклы как у кукол Fashion Royalty, но на ней написано не Fashion Royalty, а Джейсон Ву. Кукла вышла в честь 20-летия сотрудничества Джейсона Ву с магазином Нета Портер. И Аймелин в точной копии платья Джейсона, которая выходила в его коллекции 2019 года. Он, разумеется, для людей. И также в набор входят три пары обуви, которые, по легенде, Аймелин приобрела на сайте Нета Портер. И они упакованы в фирменные пакеты и коробки. Аутфит, дополнен золотыми украшениями, это абстрактные серьги и массивный литой браслет. Обе пары рук и прямые и жестовые с коротким маникюром бордового цвета и педикюр тоже бордовый. Волосы у Аймелин оттенка золотистый блонд. Волосы прямые и собраны в низкий хвост. И две пряди у лица разделены на прямой пробор и уходят через нижнюю часть головы вниз в хвост. На самом хвосте укладочных средств практически нет. Волосы очень мягкие и приятные на ощупь. Снизу хвост очень ровно подстрижен, волосы из него не выпадают. И лак есть сверху на прическе, чтобы зафиксировать вот эти локоны. И самым обсуждаемым стал ее макияж. У нее коричнево-золотистый смоки на глазах и темно-бордовая помада на очень пухлых губах. Скинтон светлый и на щечках розовая румяна. Мне кажется, у Integrity не было еще ни одной куклы, которая нравилась бы всем. Поэтому и у Аймелин есть те, кто от нее в восторге и те, кому она совершенно не понравилась. К сожалению, у моей куклы оказались немного неровные ресницы. Возможно, они замялись во время транспортировки в коробке. И на левом глазу реснички смотрят наверх, а на правом вперед. Но надо признать, что я этого не заметила, пока не начала рассматривать фотографии лица крупным планом. Потому что если вы смотрите напрямую на куклу, то этого не видно. И если постараться помучиться и поприжимать реснички, то они со временем выпрямляются. Давайте подробно посмотрим на это платье. Оно сшито из черного гофрированного капрона сетки на бежевой капроновой прозрачной подкладке. Подкладкой и вот эти оборки все сшито вместе. То есть это единое платье, а не две отдельные юбки. Лиф сверху зафиксирован с помощью прозрачной лески. И это платье я еще не снимала с куклы. Но уверена, что когда сниму, срежу леску, ничего страшного не произойдет. Будет то же самое, как у всех кукол Integrity Toys, у которых платье таким образом закреплено. То есть вы срезаете леску, а платье остается лежать по фигуре. Потому что оно так хорошо подогнано. Выгляды сделаны настолько точными, что форма не меняется, если вы срезаете эти лески. Платье очень красивое. У него огромное количество этих оборок. И очень здорово, что они сделали его на бежевом подкладе. Потому что так вы видите каждую отдельную оборку. И если бы это было на черном подкладе, вы бы видели такое черное облако, а не каждую оборочку в отдельности. И это платье действительно является точной копией оригинала. И даже вот этот декор на поясе выполнен так же, как и у оригинального платья. Пока что моя кукла на полке стоит с прижатой к боку левой рукой. Вот в таком состоянии. Потому что во время транспортировки в коробке немножко приподнялась верхняя оборка. И я ее фиксирую. И под платьем куклы черные капроновые трусики. И надо признать, что туфелек у этой куклы я ожидала большего. У Integrity Toys есть огромное количество невероятно красивой обуви. Но почему-то для этой куклы они решили использовать не их. И сделали три модели обуви. Мне понравилась одна. Мне понравились вот эти салатовые туфли. Они тканевые, с красивыми перемычками на щиколотке. На втором месте для меня вот эти лаковые зеленые туфли. Но они выглядят проще, чем есть на самом деле. Черный кант по контуру выглядит как будто бы нарисованный. Хотя это отдельный кусочек кожи. Но мне очень нравятся тоненькие каблуки у этих туфель. И совсем мне не понравились розовые туфли. Честно говоря, это какое-то издевательство. Потому что для того, чтобы надеть их на куклу, нужно сначала их очень долго и нудно расшнуровывать. Затем вставить ногу куклы в туфли и зашнуровать все это обратно. Это очень долгий и мучительный процесс. А в итоге получается что-то странное. Потому что если смотреть на эти туфли спереди, то вы не видите самих туфель. Вы видите только шнуровку. И туфли видно только если вы смотрите на них сбоку, сзади. Хотя у них очень красивый розовый цвет, которого, к сожалению, не видно. Все шарниры у куклы очень крепкие. Хорошо держат позы. Пока настолько крепкие, что голову поворачивать довольно тяжело. И чуть-чуть пока что поскрипывают ручки. Но это пройдет. Это потому что пока я ее практически не трогала. И очень приятные шарниры в ножках. Они идут очень плавно и держат любой угол. И давайте посмотрим на Эмилин рядом с двумя другими куклами, которые, на мой взгляд, сделаны в похожем стиле. И первая это Ванесса Берин Блэк Ти Балл. Обе куклы блондинки с томным взглядом, светлокожие, в черных вечерних платьях. И у них очень похожие прически. Хотя у Ванессы макияж более нюдовый. И вторая кукла Поппи Паркер Миднайт Декаданс. С Эмилин их объединяет светлый скин тон, светлые волосы и снова черный вечерний наряд. И даже названия у них похожи Миднайт Декаданс и Миднайт Гартен. И украшения у обеих кукол золотые и массивные. И если вам нравится Эмилин, но вы не успели ее купить, то обратите внимание и на этих двух кукол, потому что по внешнему виду они немного схожи. И на вторичном рынке цена на этих двух кукол приятнее, чем на Эмилин. Сейчас ее цена на eBay примерно 800-900 долларов. Такое часто происходит с куклами Integrity Toys, которые довольно сложно приобрести. Например, с конвенционными куклами. То есть люди специально покупают билет на конвенцию для того, чтобы скупить всех конвенционных кукол, а потом продавать их на вторичном рынке по цене в 2, в 3, в 4 раза больше, чем они покупали ее изначально. И лично мне Эмилин очень понравилась. Мне понравился ее макияж, мне понравилось ее платье, мне нравятся ее украшения. Конечно же, умиляют эти пакетики с коробочками, в которых прячется обувь. И закончить я хочу на очень приятной ноте. Так как у нас совсем скоро Новый год, я под елкой с гирляндой, я хочу сделать вам подарок. У меня есть вот такой бибитаки бокс, в котором спрятано 9 вещей для кукол Integrity Toys или Barbie. Это либо одежда, либо кукольная миниатюра, либо какие-то аксессуары. И эту коробочку я хочу подарить кому-то из вас. Выиграть ее очень просто. Вам нужно зайти в мою группу ВКонтакте, ссылка внизу в описании, и сделать репост вот этого видео на свою страницу. Конечно же, страница должна быть открытой, чтобы я все это могла тоже посмотреть у вас на страничке. Конкурс проводится для жителей России. И 18 декабря из всех-всех-всех, кто перепостил это видео ВКонтакте, совершенно случайным образом я выберу одного победителя, которому и отправится под его новогоднюю елочку вот такая коробка. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Обязательно оставляйте ваши комментарии, что вы думаете по поводу этой куклы, понравилась она вам или нет. И ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!